Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Время говорить. Итоги недели». Главные темы сегодняшнего выпуска. И все-таки он прибежал. Олимпийский огонь в Рязани. Репортаж о встрече сочинской эстафеты. Берелевское эхо. Комментарий простых горожан. Прожег в бездну. Почему упали с балкона две жительницы поселка Строитель? А теперь обо всем поподробнее. О спорт и мир произнес когда-то Пьер де Кубертен. Человек, возродивший великую древнюю традицию атлетических игр. Олимпийская рязанская тема была на этой неделе во главе российских информационных рейтингов. Во вторник в столице области встречали огонь Олимпиады. Напомним, что эстафета Олимпийского огня стартовала 6 октября на Красной площади в Москве. Ее протяженность более 65 тысяч километров. За 123 дня Олимпийский огонь через 83 региона страны пронесут 14 тысяч факелоносцев. Напомним, эстафета Олимпийского огня стартовала 6 октября на Красной площади в Москве. Ее протяженность более 65 тысяч километров. За 123 дня Олимпийский огонь через 83 региона страны пронесут 14 тысяч факелоносцев. На пути огня будут 2900 населенных пунктов. Финиширует эстафета 7 февраля в Сочи на Олимпийском стадионе Фишт, где пройдет церемония открытия 22 зимних Олимпийских игр. Фишт в переводе с адыгейского означает «седая голова». Так называется одна из сочинских гор со снеговой шапкой на вершине. Перед началом эстафета Олимпийского огня на театральной площади состоялся праздничный концерт. Перед сотнями горожан выступал Рязанский народный хор. В это время факелоносцы, которым предстояло нести огонь на первых этапах, проходили последний инструктаж. Я, наверное, сейчас самый эмоциональный, самый радостный участник этого мероприятия, потому что эмоции меня очень переволняют. Я очень волнуюсь, но волнение очень радостное, очень счастливое. Пока вообще все нормально вроде бы. Все, ничего, погода, хорошее настроение, тоже отличное. Так что все, все, все пока в порядке. Чувствуешь, что ты приобщен к тому большому и светлому, чем является Олимпийская игра. В общем-то, Олимпийская игра – это всегда как бы люди вместе. А это самое главное. Горожане встречали овациями кортеж эстафета Олимпийского огня. С приветственным словом со сцены выступил исполняющий обязанности мэра Рязани Виталий Артемов. В 130 этапов, 130 факелоносцев, из которых 25 будут наши земляки. Рязанцы, чемпионы Европы, чемпионы мира, заслуженные тренеры, призеры Олимпийских игр и почетные граждане города Рязани. Для рязанцев сегодня будут торжественные мероприятия на площади Победы, на Соборной площади, где будет зажжена чаша Олимпийского огня. Рязанцы, давайте встретим эстафету Олимпийского огня достойно. И пожелаем нашим спортсменам на Олимпиаде в Сочи выступить успешно и представить нашу страну достойно. Факел от лампады зажег заслуженный мастер спорта по легкой атлетике Кирилл Сусунов. И эстафета Олимпийского огня по Рязани началась. И вот Олимпийский огонь в Рязани! Аплодисменты! Фото, видео, счастье! История вершинства вместе с нами на центральной площади нашего города. Олимпийский огонь в Рязани! Атмосфера радости и всеобщего единения окутала наш город. Десятки, да что там, больше сотни тысяч рязанцев вышли на маршрут несения факела, чтобы увидеть лично и запечатлеть памятное событие. Счастливые фикелоносцы светились ярче Олимпийского огня. Для каждого из них это огромная честь. Мне кажется, когда выходит столько народу, это не может не ратовать, потому что я за свою, допустим, недолгую жизнь это видел всего лишь однажды, когда наши футболисты заняли 300 мест на чемпионате Европы. После этого, то есть у нас не так много таких моментов, когда вся страна воедино собирается, когда все смотрят, то есть и хотелось бы как можно больше. То есть и то, что нашей стране доверили такое право провести Олимпийские игры, это дорогого стоит. И спасибо всем, кто взялся за это тяжелое дело. И просто когда смотришь на лица людей, когда я бежал, то есть в принципе совершенно незнакомые мне люди все были рады, что этот огонь побывал, частичка Олимпийских игр побывал у нас в Рязани. Знаете, незабываемые впечатления на всю жизнь. Собственно говоря, наверное, я через всю свою жизнь пронесу это событие. В общем, чувства переполняются. Внукам рассказывали. Да, внукам, детям. С детьми уже фотографировался, прям с огнем. Знаете, я всем ставлю вопрос. Было ли ощущение единства? Вот интересно. Да, да. Редко бывает. Очень спасибо всем жителям города. Поддерживали просто неимоверно. Приятно, как он? Да, да. Аплодирует, машет, приветствует. Очень приятно. А факел с тем самым огнем из Греции удостоилась пронести счастливицу Ольгу Лисицыну, заслуженный тренер России по художественной гимнастике. Встречай Россию! Встречай Рязани! Самый настоящий праздник! Самый настоящий огонь! Ура! 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 Ура еще такое будет. На время эстафеты Олимпийского огня в Рязани на стадионе ЦСКА открылся дом Олимпийской команды России. Здесь ребята могли с помощью 3D-очков увидеть глазами спортсмена спуск с горнолыжного склона, прыжок с лыжного трамплина или заезд в скелетоне. Еще в Олимпийском доме организаторы проводили интеллектуальные конкурсы и викторины. Также ребята могли записать свое обращение или приветствие для участников Сочинской Олимпиады и пообщаться с рязанскими атлетами. Каждый гость Олимпийского дома получил набор настоящего болельщика. Это все, что нужно, чтобы встречать Олимпийские победы России. Прошло все без происшествий, торжественно и вроде бы относительно ровно. Хотя, конечно, не без помарок. Олимпийский огонь пару раз погас. Конфуз, например, случился на площади Победы. Его удалось снять внимательным наблюдателям. И само перо жар птицы, как называют факел разработчики, вызывает немало вопросов. Дошло до того, что, как сообщают федеральные источники, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, депутат Госдумы Михаил Старшинов потребовал проверки расходования средств на изготовление Олимпийских факелов и причины их неисправности потребовал от Следственного комитета. Вот что он сказал. Олимпийский факел погас уже несколько раз в прямом эфире Центральных телеканалов. И заверения организаторов стандартности ситуации, в том, что случаи, когда факел не загорался, не так редки, неубедительны. По информации газеты «Ведомости», на изготовление 16 тысяч факелов было потрачено 207 миллионов рублей. При этом организаторы доверили изготовление Красноярскому маршзаводу, производящему, по информации газеты, межконтинентальные баллистические ракеты. О каких баллистических ракетах может идти речь, вопрошает депутат, если они там не могут изготовить даже безотказно работающий факел для Олимпийского огня. Впрочем, эстафета Олимпийского огня в Рязани закончилась благополучно. Сейчас Олимпийский факел благополучно добежал до соседних с Рязанью регионов. Также в начале этой недели произошли народные волнения в московском районе Бирюлёва. Там после убийства мигрантом 25-летнего москвича на улицы вышли сотни человек. Беспорядки на столичной окраине стали мощным эхом прошлых событий, которые не так давно занимали первые позиции в рейтингах национальных новостей. Вспомним Манежная площадь, Сагра, Кондопога, волнения в Пугачёве. Везде сценарий примерно одинаков. Мигранты внутренние или внешние заселяют территорию поселка, городка, кварталов. Российские законы соблюдаются ими весьма условно. Это мягко говоря. Местные чинуши и силовики заранее скупаются на корню и начинается беспредел, на который власти по большей части закрывают глаза. Торжество коррупции и беззакония – вот как называется то, что происходит. Этническая преступность наращивает обороты, а правоохранительные органы демонстрируют чаще всего лишь внешнюю активность. То милиции в полицию трансформируются, то министры меняются, то аттестации проводятся, всё с теми же скандальными фактами покупки должностей. Межнациональная рознь косвенно, но очень активно поощряется самой же властью. Неуправляемые потоки миграции, коррупции, нежелание защищать интересы коренного населения – всё это и заставляет людей выходить на улицы. Под это дело, разумеется, легко и оперативно подстраиваются радикально настроенные националистические круги. Агрессия нарастает, народ толпами уходит на площади. Ещё несколько лет назад такое в российском центре представить было невозможно. Теперь это наша повседневность. В России зреют бунты, и разумеется, они могут стать бессмысленными, кровавыми и беспощадными, как это было всегда. А заодно приведут к усилению позиций всё тех же экстремистских структур, которые призывают людей к беспорядкам на фоне унизительного, если не предательского, топтания на месте системы российского правоохранения. Конечно, заступаться за собственный народ – дело невыгодное. Здесь карман-то сильно не набьёшь, но в конце концов у нас правовое государство или нет? Или его и не было? Сегодня мы спросили мнение рязанцев по поводу бирюлёвских событий. Выслить-то неправильно, то, что стали громить, я думаю, это не дело. Нужно какими-то другими путями собираться, всё это должно как-то цивилизованно быть, а не так вот, как выйти, что-то разгромить. Конечно, нужно это обращать к лумане, конечно, но таким способом. Ну, правильно, правильно, надо выгонять их уже давно было, собраться всей России и выхнуть уже. Мне просто никто не соберётся, я чую, как с каждым днём нарастает, нарастает напряжение. И вот уже скоро совсем будет, ну, не знаю, не революция. В общем, обстановка накаляется, и всё хуже и хуже с каждым днём. Ну, для них, для вот кто устраивает всё, что нам не нравится местным. Ну, у нас же суд есть, который всё ищет, который, собственно говоря, и выносит преддикты, и всё зависит от него. То есть толпа не должна, в принципе, вот так себя агрессивнее? Сама суд – нет, агрессивно тоже не надо, можно всё решить. Вот что должна была толпа потребовать? Мирного расследования или всё-таки сама вот агрессивно пытаться? Мирного расследования. И отдать это расследование в руки профессиональных, для этого существуют следователи и просто прокуратуры. А люди не должны местности стоять. Грохочащее известие пришло из Касимова. Здесь во вторник развалилась стена торговых рядов – федерального архитектурного памятника старинного города. Эх, не доглядели за культурным достоянием ни депутата недавно избранной городской думы, ни новая администрация Касимова, ни его скандально знаменитый глава муниципалитета Фёдор Проваторов. Рухнула стена, которая запечатлена на фото ещё живой, но с огромной трещиной. И так местные жители ещё в мае пытались привлечь внимание властей. Вот, дескать, смотрите начальники, стеночка-то еле дышит. Но у начальников, видимо, были дела поважнее. А ведь всё-таки памятник федерального значения рухнул, а не пивной ларёк. А в скольких замечательных художественных фильмах мелькают Касимовские торговые ряды. Любят этот город режиссёры. Случай красочно иллюстрирует административные нравы Рязанской периферии. Рушатся, значит, ну и пусть. Вот рухнет, так и будем соображать, что делать. Между тем местные жители возмущаются. Стена дышащая, наладан. Даже не была как следует огорожена. Ажурный заборчик не в счёт. А здешняя ребятня облюбовала полуразвалившиеся здания для игр. То ли в индейцев, то ли в бандитов и олигархов. Хорошо, что стена рухнула, когда поблизости никого не было. А то ведь закончиться всё могло. Ой, как плохо. Вот это о чём говорит? О том, что объект был в крайне плачевном состоянии. Никто, собственно, ничего из заинтересованных органов не делал. Поэтому просто сейчас будем готовить обращение, которое подпишу я, может быть, ещё некоторые депутаты Касимской городской думы, которые будут направлены в Министерство культуры Мединскому. Я думаю, что, может быть, какой-то результат будет. Потому что на этот год никаких средств на ремонт торговых рядов Касимы не выделялось. Возможно, подвижки будут на следующий год. В этот же день, но уже гораздо ближе, а именно в Рязани, в посёлке Строитель, рухнуло перекрытие балкона одного из домов. По нашим данным, женщина оказалась в реанимации. Как выяснилось, местная управляющая компания порекомендовала жильцам самим решать проблемы с балконом, который пришёл в негодность. Очередное обрушение балкона случилось в доме на улице Предзаводской, что в посёлке Строитель. На этот раз серьёзно пострадала знакомая хозяйки квартиры, которая согласилась помочь отремонтировать бетонные полы на балконе и соорудить навес. Во время работы плита рухнула вместе с трудолюбивой женщиной. Кстати, за две недели до трагедии из местного ЖЭО пришло предписание к хозяйке квартиры срочно отремонтировать балкон. Естественно, все работы необходимо произвести за счёт жильцов и силами самих жильцов. Давать рабочих на вверенный дом – это, видимо, по мнению руководства коммунальной конторы, совершенно излишне. Местные жители утверждают, что такие принципы работы у строительских коммунальщиков выработались уже довольно давно. Например, дворников на здешних улицах люди практически не видят. И там балкон на том дому обваливался, и это обваливался. Крыши с ней текут, как говорится, ломаются. Вообще посёлок заброшен. Почта – это вообще еле-еле работает. Избербанк отсюда унесли народу много тут, но заброшен посёлок. У меня вот сестра жила, когда у своей свекрови в квартире, была такая же ситуация. Она пошла в ЖЭУ, и ей предложили за свой счёт отремонтировать этот балкон, что, в общем, она и сделала. За свой счёт вон крышу делаем, предзаводская дина покрыли, а два подъезда не покрыли. А деньги все собрали. Местные жители пытаются обратить внимание городской власти на свои проблемы уже давно. Однако, по мнению старожилов посёлка Строитель, жизнь из года в год становится лишь хуже. Запустение повсюду. А в последнее время к бытовым неудобствам прибавилась ещё одна проблема – мигранты. Местные жители говорят, что вскоре приезжих станет больше, чем коренных рязанцев. Впрочем, проблемы копились годами. Многие жилые дома в Строителе возведены полстолетия назад, а некоторые и ещё раньше. За это время строения пришли к ветхому и даже аварийному состоянию. И никаких мер со стороны городских властей не предпринимается. Получается, что только лишь трагедия, подобная произошедшей, способна призвать чиновников начать заниматься проблемами жителей посёлка Строитель. Беззащитность людей и беззаконие властей. В итоге реанимация. Сегодня в программе по этому поводу комментарий руководителя Ассоциации прав потребителя. Чтобы исключить подобные ситуации, понятно, что всем нам надо более активными быть и требовать представления соответствующей информации. А мы это не делаем, как потребители коммунальных услуг и услуг по содержанию квартирных домов. А те, кто получают регулярно с нас деньги и довольно большие суммы получают за содержание жилья, неважно, когда оно построено до войны, после войны, или в новостройках происходят подобные вещи, к сожалению, те люди стараются нести ответственность. Ну и порой ничего не делают. Что же делать, если у вас подобное происходит, и вы не знаете, как поступать? Во-первых, понятно, что предъявление претензий за ненадлежащее содержание жилья вы вправе требовать компенсации. Здесь и нравственные физические страдания, и расходы на лечение, и в том числе требовать возбуждения уголовного дела по факту оказания услуг, которые, по сути дела, опасны для потребителей. При этом массово, может быть, люди получают травму из-за того, что должным образом не следит управляющая компания или ЖЭО, или КЭЧ за теми домами, которые уже давно должны быть снесены из-за того, что срок службы их истек, из-за того, что их прочностные характеристики намного снизились. И прогнозировать, где, когда это будет, вы не можете, потому что вы некомпетентные потребители. В четверг с рязанскими кадетами из 47-й школы встретились спасатели-добровольцы, недавно вернувшиеся с Дальнего Востока. Они рассказали ребятам, как почти целый месяц они помогали жителям Комсомольска-на-Амуре справляться с последствиями природной стихии. На этой встрече побывала Оксана Тебенихина. Рязанские волонтеры, вернувшиеся из Комсомольска-на-Амуре, где они ликвидировали последствия наводнения, посетили школу номер 47 для того, чтобы поделиться с учащимися и кадетами своими впечатлениями и полученным опытом. Нас бросили на ту самую Мылкинскую дамбу, которую нужно было постоянно держать от размывания. Был сильнейший ветер, волнение, то есть объем воды был за этой дамбой такой, что волнение было реально как пришторменно море. За этой дамбой находился большой микрорайон города. И если бы эту дамбу прорвало, ну, как сказал один из участников ликвидации данного происшествия, было бы очень похоже на Крымск. Людям, которые потеряли все, что заработали за свою жизнь, была необходима любая помощь. Многие представить себе не могут, насколько масштабной стала трагедия Хабаровского края. Тем не менее, школьники старались не оставаться равнодушными и постоянно держали, как говорится, руку на пульсе. Один из учеников даже сделал видеопрезентацию из нарезок, которые нашел в интернете. В ответ на клип волонтеры продемонстрировали фото, сделанные на месте событий. Ребята еще долго беседовали. Школьники задавали вопросы, волонтеры отвечали. Для учеников и кадетов 47-й школы этот урок был особенно важным и интересным. А теперь очередной сюжет из цикла о семьях хороших. Этот совместный проект нашей телекомпании и областного министерства социальной защиты населения. В этот раз наш съемочный группа отправилась в рабочий поселок Чучково, где встретилась с большой и дружной семьей Тулушевых. В этом доме всегда шумно. В семье из 11 человек иначе просто быть не может. Двое родителей и 9 детей. Сегодня они полным составом собрались за игрой в лото. Любимое их совместное времяпрепровождение. Тем более это одна из немногих игр, которые допускают такое количество участников. Отец Алексей и Лика, родители этого большого семейства, познакомились 18 лет назад. В Рязани при храме Спаса на Яру. Когда я в храм пошел, я, наверное, единственный в свой раз в жизни спросил у своей мамы благословение на это. Просто спросил благословение. Говорит, можно я пойду в храме помогать там все? Потяжело не было. И она меня благословила, а потом минут через 5-10 подошла к мне и говорит, а, еще добавила, может быть, ты там найдешь свою половину. Сегодня отец Алексей – настоятель храма рабочего поселка Чучково. Его жена Лика помогает в храме и воспитывает детей. На большее просто не остается времени. Ну, представьте, вот их 9 человек. Каждому хочется внимания. Там кто-то на кого-то обиделся, кто-то где-то надулся, до кого-то времени не хватило. Все равно ты подойдешь, здесь с кем-то поговоришь. Кому-то надо помочь с уроками. Кому-то с уроками не надо, кому-то надо помочь с музыкой. Кто-то сказал, мам, пойдем вечером погуляем. Ну, пойдем погуляем, вот только чтобы с ним. Если у Лики остается свободное время, она читает в этом маленьком кабинете. Но чаще всего это бывает поздними вечерами, когда младшие дети уже спят, а старшие готовятся ко сну. Но, несмотря на все сложности и отсутствие свободного времени, Лика счастлива. Младшие дети радуют ее своими маленькими успехами, первыми шажками, первыми словечками и улыбками. А старшие – своими талантами. Дочь Лиза играет на фортепиано, увлекается волейболом. Настя прекрасно танцует, а Сережа помогает в храме, по совместительству является еще и звонарем. Так получилось, что когда мы колокола только завезли, у нас поначалу никто не звонил после службы. Ну, и мы как бы приходили просто так, вечером с мамой там все приходили, и понемножку звонили так, обучались. Ну, и вот у меня одна мелодия запомнилась, и я ее переигрывать начал. И разветвление как бы давать. А еще Сергей играет на гитаре и прекрасно поет. Это наши милые, мамочки, малули. У кого-то молодые, у кого же муули. Ах, хочется, не от вас, ведь вы у нас одни. А сынов и дочерей, у кого-то зимы. Эту песню, пусть и не собственного сочинения, Сережа поет с мыслью о своей маме. Быть мамой в такой большой семье радостно, но непросто. Кстати, трое из девятерых детей, Настя, Сережа и Костик, Лику зовут по имени-отчеству. Ведь они попали в эту семью, если можно так сказать, взрослыми детьми, три года назад. Ребята не из детского дома, не из дома малютки, они из реабилитационного центра. Просто так получилось, что у них умерла мама. И, естественно, после того, как родители умирают, детей отправляют в детский дом. А ребята, которые находились здесь не один год, то есть они же здесь очень долго прожили в реабилитационном центре, они социально адаптированы, ребята очень хорошие. Представьте, поменять вот эту обстановку с нормальных условий. В детском доме наверняка может быть, но здесь свои друзья, учителя. То есть вот сложился уже какой-то круг общения. Задача стоит как бы в том, что, например, они увидели бы другую сторону. То, что у них в раннем детстве не получилось, или то, что увидели негатив от своих родителей, то, что они были где-то брошенными. Вот если они сейчас увидят другой пример семьи, и возьмут хотя бы чуть-чуть что-то из этого, это будет здорово. С пониманием к этой ситуации отнеслись и старшие дети. Да, родители нам сказали, объяснили, почему там, ведь вроде из детских домов порой переводят, и мама сказала, что их могут так разбросать по стороне, и они как бы друг друга могут и не увидеть. Ну, мы как бы были с этим согласны, в основном поддержали эту идею. Сегодня двое братьев и сестра, естественно, с неохотой вспоминают о том сложном периоде в их жизни три года назад. Сначала было страшно попасть в детский дом, а потом появилась новая большая семья. Тем более, что с отцом Алексеем и Ликой ребята уже были знакомы. До этого я постоянно хожу в храмы, у меня традиция какая-то, я не могу. Я до этого, и поэтому я уже знала их поверхностно. Поэтому они для меня не были незнакомыми людьми. Настя сейчас учится в колледже культуры города Шацка на хореографическом отделении. Дома бывает редко, но по этой семье, успевшей стать ей родной, искренне скучает. Сегодня тот редкий день, когда все они собрались вместе за одним столом. Дома, как обычно, шумно, но как раз в этом шуме для семьи Тугушева и заключается счастье. На сегодня все. Хорошего вам вечера и до встречи, как обычно, в программе «Время говорить». Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова